И что ты хотела взять? Судя по твоей вот этой заколке для волос, ты, наверное, хотела взять кредит! И вспомнила, что в этом домике его не выдают. Да, Сбербанк-тян ты моя? Приветствую вас, земляне! С вами пришелец Саймон. И мы продолжаем проходить с вами бесконечное лето. Идем мы по концовке Ульяны, по-хорошей. И, собственно, разыскиваем нашего без вести пропавшего Александра Демьяненко. Значит, так. Ну, наверное, пойдем на лодочную станцию, как вариант. Может, Шурику захотелось пособирать камни у воды? В крайнем случае, я найду там его хладный труп. Ну, да. Впрочем, до такого дойти не должно. Ну, не знаю, может, купался и утонул. Хотя, там же спасатели какие-нибудь должны дежурить. Я проходил по площади, как вдруг меня кто-то окликнул. Здравствуй, Сбербанк Тян. Подожди. Алиса подошла и улыбнулась. Я сразу почуял подвох. Куда путь держишь? Шурика ищу. Ольга Дмитриевна попросила. И как, интересно? Она пристально посмотрела мне в глаза, из-за чего я смутился и отвел взгляд. Ну, я как бы выполняю партийное задание. Это комсомольское. Так что весело, интересно определенно быть не может. Да не то чтобы очень. Но человек все-таки пропал. Ты о чем? Что? Прошло всего несколько часов. Может загулял? Что-то я не понял. Тут, я не знаю, как тут правильно перематывать назад-вперед, потому что это на андроиде все происходит. Конечно, я был согласен с ней, но вида не подал. Да, верно. Но всякое может быть. Давай я тебе помогу. Чем это? Я насторожился. Шурика искать. Да я и сам бы. Да брось ты. Опять она как-то недобро улыбнулась. Нет, улыбка ее была вполне милой, но мне почему-то упорно казалось, что ничего хорошего за ней не скрывается. Ну, если ты настаиваешь. Судей, да пошла она в одно место. Пока что я не мог понять, что она замышляет, а веской причины для отказа не находилась. Только сначала мне надо домой забежать, взять кое-что. Хорошо, я подожду. Да что ты стоять будешь? Пойдем со мной. Ладно. Мы подошли к домику Алисы. Он бы походил на все остальные домики пионеров, если бы не веселый Роджер на двери. А, вот этот что ли? Ну, наверное. А, кстати, это что за... Птичка какая-то непонятная. Это какой-то герб Польши. Так, у них вроде белый орел, а не черный. Не знаю. Кстати, моя соседка Ульянка. Окей. Так, как будто мне это важно, да? Мы зашли. Внутри царил полнейший беспорядок, и мне сразу вспомнилась моя старая квартира. Впрочем, почему старая? Вообще, я совсем по-другому представлял девчачьи комнаты. Белоснежные простыни на кроватях, стены, пол и потолок сверкают. Вот, нигде не пылинки. Ты забыл, кто тут живет. Вот эта вот оторва, которая ходит вот в неподобающем виде в пионерском лагере. И другая, которая, блин, с этим самым... С червями в одном месте бесится, блин, рыжая эта. Поэтому такой срач, извините меня за выражение, он абсолютно неудивителен. Но если учесть, что здесь живут две самые образцовые пионерки, как хорошо, что ты меня понимаешь. Некоторое время мы просто стояли молча. Гоа. Гоа, это... Гоа, это классно. На Гоа зародилось одно из моих любимых музыкальных направлений. Это круто. Команда по хоккею. Это я не шарю. Котенок Гав. Котенок Гав прикольный. Так, я побелеваю вам танцевать. О, боже. Это японская какая-то металлгруппа. И что ты хотела взять? А? Б, блин. Кажется, я вывел Алису из раздумий. Ну, судя по твоей вот этой заколке для волос, ты, наверное, хотела взять кредит. И вспомнила, что в этом домике его не выдают. Да, Сбербанк Тян, ты моя? Да. На самом деле это не здесь. Подожди, я быстро. Она улыбнулась и убежала. Что-то она какая-то рассеянная сегодня. Господи, какой ты лох. Я принялся разглядывать комнату. Нельзя сказать, что создавалось впечатление того, что здесь недавно случился погром, но... Беспорядок был порядочный. Беспорядок был порядочный. Офигенно. Получается, я еще не самый ленивый и неаккуратный человек в мире, раз уж всего за одну смену в лагере можно развести такой бардак. Кстати, вот эта, это я не знаю что, лампочка, наверное, она похожа на Дэдпула. Не знаю почему. Убранство моей квартиры все же создавалось годами. Я не думал ни о чем конкретно, а просто осматривал домик Алисы. О, господи, у них даже обои в виде серпа и молота. Да ну нафиг, я с... Господи, это же не Северная Корея, тут не настолько все жестко-то с этим. Плакаты советских артистов, какие-то книжки на полках. Где? Я смотрю полки, тут нет ни одной книжки. А, ну вот книжка. И это, наверное, не книжка, это вроде кошелек какой-то, я не знаю. Всякая бытовая мелочевка. Вот бытовой мелочевки тут навалом, а книжки тут ни одной. Где тут книжки у этих бездарностей? Ладно, не буду я их ругать. И тут я понял, что все не так. В ближайшее время должно что-то случиться. Что-то плохое. Почему Алиса меня оставила здесь одного? Ответ на этот вопрос ставил себе разгадку. Однако шестое чувство подсказывало мне, что здесь оставаться опасно. Я подошел к двери и дернул за ручку. Ха-ха, заперто. Вот так номер. К окну успела закрыть меня так, что я даже не услышал. Неизвестно, что она затевает, но пора отсюда выбираться. Я подошел к окну, с трудом открыл его и вылез. Через эту форточку, что ли? Так, теперь можно спокойно идти по своим делам или... Я выбрал второй вариант и принялся ждать. Ты второй вариант даже не назвал, дорогой мой. Не просто же так она меня здесь заперла. Хотелось выяснить это и к тому же мне было просто интересно посмотреть на выражение лица Алисы, когда она увидит, что меня нет. Я спрятался за кустами рядом с домиком и принялся ждать. Через некоторое время послышали шаги. К домику подошли Алиса и Ольга Дмитриевна. Сейчас все сами увидите. Она открыла дверь и вошла. Здравствуйте, Олег Дмитриевич. Ладно, не будем. Но буквально спустя пару секунд выскочила обратно. Ну а тут она кореглазая. Знаете, я... Это... На лице Алисы было такое выражение, как будто она выиграла на соревнованиях по ловле ежей, пришла всем хвастаться медалью, но в последний момент узнала, что это совсем не олимпийский вид спорта. Слишком какая-то сложная нагроможденная аналогия, если честно. Он испарился, получается? Скептически спросила Ольга Дмитриевна. Как хорошо, что я закрыл окно после того, как вылез. Да нет. Тут, понимаете... Я все понимаю, Двачевская. Что ты, что соседка твоя постоянно одно и то же, одно и то же. Сколько можно уже? О, у меня аж опять звуковая карта начала с ума сходить. Но ведь правда. Что правда, что? У тебя один рассказ лучше другого. Про Семенов в твоем домике, про переставание. Что ты придумываешь постоянно? Вообще ужас. Алиса оказалась действительно расстроенной. И что еще удивительнее, не пыталась огрызаться. Так она настолько пофигела, что у нее иконка Сбербанка вон исчезла с головы. С одной стороны, меня такая ситуация забавляла, но с другой, Двачевскую все же было немного жаль. Хотя сама заслужила. О, господи, какая... Стремная, когда злая. Наконец, вожатая закончила отчитывать ее и ушла. Алиса была вне себя от злости. Она сжала кулаки и вся тряслась. А ее лицо так покраснело, что казалось, она сейчас лопнет. Я сидел в кустах и тихо посмеивался. Однако мне все же было интересно, что же она замышляла. И наплевав на страх быть поколоченным, я вышел из своего укрытия. И что же ты хотела показать вожатой? Меня? Нам не следовало бы тебе это делать. Да что такое? Алиса обернулась и недоуменно уставилась в мою сторону. Впрочем, через секунду недоумение сменилось негодованием. Ты! Ты! А что я? Она немного смягчилась. Потому что ты слабак! Это почему же? Потому что побоялся со мной тогда поспорить. Когда это? Когда в карты играли. Серьезная причина. Да уж. Ну да, она держит слово. Она же сказала, что... Расскажет всем, что я приставал. Обещание выполнила. Да уж, может быть, мне стоит перед тобой извиниться? Ихидно спросил я. Да иди ты! Опа! Какие мы злые, блин. Она, хлопнув дверью, зашла в домик. Я совсем не обижался на Алису. В конце концов, от нее вполне можно было ожидать чего-нибудь подобного. Тем более, все обошлось, в общем-то, без последствий. И даже более того, удача была на моей стороне. Ее растерянный и смущенный вид доставил мне массу удовольствия. Посмеиваясь, я удалялся от домика Алисы, который чуть не стал для меня смертельной ловушкой. О, да господи, она... Ольга Дмитриевна все равно была бы на твоей стороне, несмотря на свое такое отношение к тебе, казалось бы, как к непослушному, непорядочному пионеру. Куда можно в лес, на стоянку... О, и тут желтеньким светится дом. Ну, давайте домой сходим. Ну и вов... Но все же это глупая затея. Если бы Шурик прятался где-то в лагере, его бы давно нашли. Если, конечно, он сам бы того захотел. Так что вряд ли мне удастся чем-то им помочь. С этими мыслями я зашел в домик и развалился на кровати. Если меня здесь найдет Ольга Дмитриевна, ничего хорошего не будет. Впрочем, это уже чересчур. Тварь я дрожащий или право имею. Ну, господи, скажи, что искал, и туда ходил, и сюда ходил. Нигде не нашел, господи. Опять молоко тут стоит, прокисает, господи. Да и делать мне ничего не хотелось. Хотя, может быть, оно ультрапастеризованное. Вот знаете, я себе покупаю такое длительного хранения. Там по полгода хранится может. Может, это такое молоко. Хотя, если оно уже вскрытое и из него пьют, то оно уже перестает быть молоком длительного хранения. Да и делать мне ничего не хотелось. День сегодня, как и все прошлые, был жаркий, так что оставалось только лежать и ждать обеда. Я уже было задремал, как дверь постучали. Войдите. На пороге стояла Славя. А Ольги Дмитриевны нет? Нет. А ты что делаешь? Спросила Аннина с некоторым недоверием. Я глядел кровати себя и ответил. Лежу. Это я вижу. Но я слышала, что тебе Ольга Дмитриевна поручила искать Шурика. А откуда тебе знать? Ни-ни-ни, ничего не было. Ничего она мне не говорила. Не-не надо мне тут. Ну, да. И? Какой смысл? Она уже наверняка весь лагерь вверх дном перевернула. Да и прошло не так много времени. Зачем панику разводить? Всякое бывает. Славя задумчиво посмотрела на меня. Вставай. А это обязательно? Меня настолько разморило, что даже мысль о том, что сейчас придется куда-то идти, пугала. Да. Как бы то ни было, Славе отказывать нельзя. Да, особенно когда она вот так вот на тебя смотрит, прямо вот в душу тебе, и у тебя начинается шевеление где-то ниже живота. Конечно, отказывать нельзя. Я нехотя встал и вместе с ней вышел на улицу. Некоторое время мы просто стояли на пороге и грелись в лучах летнего солнца. Хотя я скорее жарился. Куда пойдем? Надо поискать везде. Отличная идея, просто отличная. Первым пунктом нашего маршрута была библиотека. Славя подошла к Жене, сидевшей за столом, и о чем-то с ней заговорила. Я же просто стоял в дверях и ждал. Лишний раз общаться с местной библиотекаршей у меня не было никакого желания. Через пару минут Славя вернулась ко мне. И как? Пионер, учись сражаться за дело рабочего класса. Это я не прочитал. Учиться сражаться не надо. Надо учиться жить в мире. Ребята, дорогие мои. Это всех касается. Нет. Она покачала головой. Нет, это я, в смысле, вот, я за нее прочитал. Нет, в смысле... Забудьте. А чего, собственно, можно было ожидать? Столовая. До обеда оставалась еще порядком времени, так что не стоило ждать здесь привычной толпы пионеров. Внутри было так же пусто, как и снаружи. Пока Славя разговаривала с поварихами, я сидел и крутил в руках солонку. Немного соли высыпалась на стол. Плохая примета. Если бы я верил в приметы, то, наверное, Каба расстроился. Как ни странно, его не оказалось и здесь. Было бы удивительно, если бы она нашла его, скажем, в холодильнике. Ну, кстати, советские холодильники старые, они и такие, в них... Там, если залезть, то можно было спокойно в них запереться и задохнуться к чертям собачьим, поэтому... Вот как раз неспроста вот в фильме Индиана Джонса показывали, как Индиана Джонс в таком холодильнике ядерный взрыв пережил. Так что, мало ли, может, там ночной жор на Шурика напал, он пробрался в столовую и заперся. Ладно. Далее по пладу шел битпункт. Внутрь я решил не заходить и подождал Славя снаружи. Результатов никаких. Да что... На спортивной площадке пионеры играли в футбол. Шурику затеряться среди них было бы проблематично. Наконец, мы подошли к зданию кружков. СССР, лол. Ты считаешь, что он может быть тут? Мне кажется, это первое место, где его стоит искать. Зайдем. Ну да, то есть электроник его тут искал, все перерыл. Нет, давайте зайдем. Она, мне кажется, чисто для... Мне кажется, ей пофиг на Шурика. Ей надо перед Ольгой Дмитриевной отчитаться, что типа... Вот, я искала, я везде ходила, не нашла. Все. С меня взятки гладки, да, дорогуша? Славя открыла дверь в соседнюю комнату и зашла. Я последовал за ней. Ну, в шкафу спрятался, да. Все это казалось мне очень глупой затеей. Ну-ка, тут... О, тут ничего не видно, вот только слово экран, тут все расплывчато. Москва... О, это Олимпиада Московская, да? Логотип такой был в виде голубя? Интересно. Я знаю, что там Мишка был олимпийский. Тем более странным было то, что инициатива исходила от Слави. Нет, я понимаю, ответственность, там все дела, да, и отчетность по-любому. Но очевидно же, что его нет в лагере. В конце концов, не играет же он с нами в прятки. И здесь нет. А отчего ты ожидала? Что он в шкафу сидит? Ну? Кажется, я ее обидел. Ну, блин, ну серьезно. Совсем дурачок. Извини, извини. Просто серьезно. Я понимаю. Но надо ведь проверить все варианты. Слушай, а ты-то что думаешь? Насчет исчезновения Шурика? Да. Может быть, он гулял в лесу и его там поймал Лешей? Она рассмеялась. Неправдоподобно как-то. Лешей не может быть, а вот какой-нибудь там медведь или волк. Вполне себе. Впрочем, в этом лагере что угодно может быть правдой. Да, наверное. Сейчас не время для шуток. Не грусти. Найдется он. Надеюсь. Славя улыбнулась. Ладно, у меня еще кое-какие дела. Увидимся. Она ушла. А я еще некоторое время стоял и разглядывал колодовку кружка кибернетиков. Так, надо вот здесь сверху класться, чтобы панель дока не выл... А если так, то отсюда Файндер вылазит. Ладно. На обед я шел со смешанными чувствами выполненного долга и бесцельности последних нескольких часов, да. Так, снова жрем. Столовая была витком. Остаться незамеченным не получилось. Меня окликнула Ольга Дмитриевна. Семен, иди к нам. За четырехместным столом сидели вожатая, Славя и Электроник. Я кивнул головой и отправился за обедом. В этот раз мне пришлось несколько минут постоять в очереди. Сегодняшнее меню мало чем отличалось от меню предыдущих дней. По крайней мере, по внешнему виду блюд. Когда я сел за стол и пожелал всем приятного аппетита, Ольга Дмитриевна сказала... Ну и что вы думаете? О чем? О Шурике. Уже обеда и вовсе нет. Сдох. Трупешник его в лесу где-то валяется, разодранный там лисами, волками, медведями. Что, не смешно? Не верите, да? А вполне может быть, да. Я подметил пушкинскую риф, но не стал акцентировать на это внимание. Ты только что это сделал, да. Обед, а все его нет, да. Мы обыскали весь лагерь. Я обошел весь окрестный лес. Ольга Дмитриевна посмотрела на меня. И я помогал. Надо звонить в милицию. Может, хотя бы до вечера подождем? Ну, давай, ладно. И как хочешь, подождем до вечера. Может, там его медведи и там волки, еще не все косточки у него пообглодали, да. Поэтому подождем, когда уже там скелет один останется. Можно его в кабинете кружков в качестве экспоната поставить. Домой он поехал, например. Не может быть. Шурик живет отсюда в тысячах километров. Ну, так на поезде. До ближайшей станции? Она замолчала. Далеко. А вот это было уже интереснее. Как только разговор заходит о том, как выбраться из Савенка, все местные обитатели сразу пытаются сменить тему. И надо отметить, что до ближайшей железнодорожной станции от лагеря детского, пионерского, не должно быть далеко. Он должен быть рядом со станцией, чтобы, если что, вдруг, не знаю, автобус откажет, движение перекроет, там какая-то авария, допустим. И запасной вариант транспорта железнодорожной, чтобы увезти детей, эвакуировать их отсюда, если что, мало ли. Я как бы понимаю, что этот лагерь, он не совсем такой простой, скажем так, необычный, но это все-таки для такого нагнетания таинственности сделано. Но так вообще быть не должно в лагерях. Далеко это сколько? Нет, просто я понимаю, если бы лагерь находился где-то там, где нет железнодорожной... Нет, железной дороги, там, не знаю, в Якутии в какой-нибудь, там, не знаю, или в Туве. Я не знаю, есть ли дорога в Якутии, но в республике Тыва точно нет. Но нам показали на автах железнодорожную ветку, там мост. И значит, железнодорожная станция должна быть, черт возьми, рядом. Далеко это сколько? Это много. Много, да. Для кого-то много десять километров на автобусе до работы доехать, а кого-то и, там, тысячу километров на машине проехать расплюнуть. Поэтому конкретизируй, женщина. Вожатая посмотрела на меня так, что по ее виду можно было понять, что дальнейшие расспросы неуместны. Значит, надо идти глубже в лес? Может, он заблудился? У Шурика всегда с собой компас, вмешался разговор электроник. Интересно, что еще можно найти в его чудо-жилетке, если она у него вообще есть? Мне бы компас вряд ли помог, заплутая в лесу. И в милицию? В милицию? Вечером? Ну вот, вот тут я, кстати, поддерживаю реально. Милиция хоть приедет и меня отсюда заберет, там, к маме с папой, которые меня якобы туда отправили, не знаю. Раз, там, спросить вы из какого там отделения, какого региона, как вариант. Хотя бы не немедленно. Ну, до вечера. Вот, кстати, вот, Семен, тебе бы реально пошло это на пользу. Все замолчали. Еще далеко до вечера я в этом смысле. Если он правда пропал, то нельзя медлить? Мы не можем пока этого знать. Ну а где он тогда? Где он? В словах вожатой была доля истины. Довольно странно вот так прятаться целый день. Да и зачем ему это? Все-таки Шурик показался во мне вполне серьезным пионером. А такое поведение больше подошло бы Ульянке. Значит, действительно, были основания полагать, что он пропал. В любом случае, мы сделали все от нас зависящее, теперь остается только ждать. Славя, Электроник и Ольга Дмитриевна грустно посмотрели на меня. На меня. Но ничего не сказали. Закончив обедать, я отнес поднос на стол с грязной посудой и вышел из столовой. Еще даже не вторая половина дня. Чем бы заняться? Лагерь словно отходил к послеобеденному сну. Только Агенда пристально смотрел на меня из-под очков. Конечно, взгляд его был направлен на что-то другое, но мне казалось, что он следит именно за мной. О, параноик ты наш. Наверняка он знает, куда пропал Шурик. Только вот рассказать не сможет. Я задумался над исчезновением руководителя кибернетического кружка. Может быть, оно тоже как-то связано с моей ситуацией? Здравствуй, мой плавленый сырочек Виола. Здравствуй, моя хорошая. О, пионер. Передо мной стояла медсестра. Я вопросительно посмотрел на нее. Посиди в медпункте за меня. Мне нужно срочно отойти. Травма у кого-то. Я? Да, ты. Вот ключи. А может, зачем тебе отходить? Какая травма подождет? Может, у нас с тобой есть ключи от медпункта? Можем пройти в медпункт и... Обследовать друг друга. Я хочу обучиться медицине. Узнать о анатомии женского тела. Ну, пойдем. Господи, Саймон, прекрати. Ты вообще... Ой. Ты вообще пришелец. Зачем тебе женское тело, землянки? Тебя своих, что ли, на твоей планете нету? Медсестра кинула мне ключи и убежала. Почему именно я? Как будто больше некому. И что конкретно я должен делать? А если что-то случится? Ну, раз уж отказаться я не успел, то ничему не поделаешь. Я стоял перед дверью в нерешительности. С одной стороны, ничего страшного. Посижу здесь полчасика, а она вернется. Ну, а если кто-то действительно придет за помощью? Со сломанной ногой? Или пробитой головой? Оу. Меня охватило нешуточное волнение. Наверное, в этом лагере, кроме ссадин и синяков, никаких серьезных травм не бывает. Но в то же время не давала покоя мысль, случись что, и я окажусь беспомощным. О, да. О, там, кстати, скелет. Пришельцы, что ли? Вы? Господи, они знают о нашем существовании, боже мой! Да как они? Ладно. Ведь я даже не представляю, как правильно делать искусственное дыхание. Мое внимание привлек журнал, лежащий у медсестры на столе. Где? Вот телефон. Телефон! Позвони по телефону. Тут компьютер. Господи, компьютеры были в то время. Ладно, не надо вдаваться в подробности сильно. Хороший способ отвлечься, наверное. Он назывался «Советская модница». Год и месяц издания нигде указаны не были. Значит, ты не там смотришь. Потому что, ну это периодика, блин. Все периодические издания, да и любые книжные и журнальные и газетные издания прописывают даты. Впрочем, ничего удивительного, здесь и случаются и более странные вещи. А про советские журналы я знал всего лишь чуть более, чем ничего. Может на них и не печатали дату выпуска. Печатали. С глянцевых страниц на меня смотрели модели, разряженные в старомодные платья. Сейчас бы так точно не стали ходить. Я усмехнулся. Интересно, например, Славя считает это модным? Представляю, что бы было, если бы она надела нечто подобное и появилась в моем времени. Вот иду я с ней под ручку в своем пальто и с капюшоном на голове. А она в пышном платье с рюшечками. Получается, я уже представляю Славю в моем мире. Вместе со мной. И не только Славю. Я не знал, что ты исповедуешь ислам. Вот это платье больше подойдет Ульяне. Вот это сарафанчик Алисе. А вот это юбочка и кофточка Лени. Да ты у нас прям Валентин Юдашкин, черт тебя подери. Действительно, если бы эти девочки были реальными... Нет, я видел их, слышал их голос, мог даже прикоснуться. Но они все равно здесь, а я... Я просто не принадлежу этому месту. Оно для меня чужое, да хватит тебе. Я просто жду возможности выбраться отсюда. Жду потому, что от меня уже ничего не зависит. Я вздохнул, положил голову на стол и задремал. Меня разбудил шум открывающейся двери. Ну, мы потом, наверное, посмотрим, кто вошел, кто потревожил наш покой. Я, если честно, не помню, кто это должен быть. По-моему, Лена должна быть. Не важно. Может быть, продолжим в следующий раз. А то последняя серия... Предпоследняя серия набрала 20 с чем-то просмотров. То есть, так, после долгого перерыва такой и взлет неожиданный. А следующее уже 5 просмотров. Ну, это как-то уже совсем. У меня сейчас на канале 86 подписчиков. И 5 просмотров при 86 подписчиках. И ведь это как-то тенденция нездоровая, мне кажется. Ну, ладно. Я не могу вас заставить смотреть мои видео. Но все-таки, если вам это видео понравилось, если вы его все-таки посмотрели, то будьте добры, поставьте палец вверх, подпишитесь, позвоните в колокол, поделитесь этим видео с друзьями и оставьте комментариев, да побольше. У меня есть группа ВКонтакте, личная страница ВКонтакте и страница в Инстаграме. Обязательно добавляйтесь в друзья и подписывайтесь. С вами был пришелец Саймон. Игры сводят нас с ума в хорошем смысле. До скорого, земляне! Пока!